Жители двухэтажных многоквартирных домов могут заставить платить в два раза больше за отопление в правительстве региона. Сейчас рассматривается проект постановления, по которому нормативы потребления для отдельных категорий многоэтажек должны быть увеличены. Вступить в силу новые правила могут уже с 1 апреля. Мария Семенов разбиралась в проблеме. Сегодня существует единый для всех красноярцев норматив потребления тепловой энергии, а именно 0,02 с копейками. В краевом правительстве собираются увеличить этот норматив для жителей двухэтажных многоквартирных домов в два раза. Говорят, того требует федеральное законодательство. Министерство ЖКХ утверждает, что данные цифры получены на основе расчетов, которые были проведены в соответствии с теми формулами, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации. При этом мы обращаем внимание на другие регионы. По Новосибирску там многоэтажки платят 0,01 с копейками, на двухэтажке 0,02. Связано такое повышение якобы с большой теплопотерей в домах, построенных до 1999 года. Норматив собираются повысить до 0,04 с копейками. Воспользуемся формулой расчета платы за отопление. Предположим, один человек проживает в квартире 50 квадратных метров. Умножаем площадь на стоимость одной гикокалории – 1208 рублей 41 копейка. Затем на старый норматив – 0,02. Получается 1500 рублей. Если норматив изменится, сумма достигнет почти 3000. Чем отличаются жители малоэтажных домов от жителей многоквартирных домов? Они что, лучше одеваются, богаче живут? Ирина Иванова – многодетная мама. В семье каждая копейка на счету. Про потерю тепла готова спорить. Во всей квартире пластиковые окна, двери закрываются и никаких щелей нет. Конечно, если стоимость отопления увеличится в два раза, то я сомневаюсь, что мы сможем потянуть. Частично вопрос можно было бы решить, поставив общедомовый счетчик. Тогда в конце года управляющая компания была бы обязана сделать перерасчет. Общедомовые счетчики для жителей двухэтажных домов – большая роскошь. Стоят они около 400 тысяч рублей. Согласитесь, 8 или даже 10 семьям собрать такую сумму очень сложно. В Краевом министерстве ЖКХ информацию подтвердили. К сожалению, так предписывает федеральная формула. Общая плата за коммунальные услуги повысится для таких домов в среднем на 10-15%. Для жителей домов постройки после 1999 года, утверждают в министерстве, стоимость коммунальных услуг наоборот снизится на 10-20%. Новые правила могут быть приняты уже к 1 апреля. Мария Семенова, Денис Корнилов, Вести Красноярск.